друзья всем привет с вами снова я владимир бабич и вы на моей кухне праздник продолжается сегодня мы ничего не будем готовить сегодня мы будем просто распаковывать и испытывать ножи причем ножи не простые а кизлярские что это за ножи вы сейчас узнаете я считаю ножи на кухне самое главное жена правда начала спорить она г то как же там кастрюле но блендеры всякие шумовки ложки поварешки согласен все это нужно но все-таки я утверждаю и докажу вам сейчас это что самое главное на кухне это наши почему представьте себе первобытного человека и первого повара что у него было под руками вы можете себе представить 1 повара с блендером в руках или с электромясорубки да даже просто с простой мясорубкой это не приснится даже в самом анекдотическом сне а вот с ножом представить первобытного кока элементарно правда скорее всего нож у него был не стальной как вот сейчас у нас а какой-нибудь каменной. Вот хороший камень! По форме он уже напоминает нож. Первый инструмент на кухне у повара был, естественно, нож. Я вас убедил, что нож это главное орудие на кухне. Если не убедил, прошу в комментарии. Приступаем к распаковке. Пришли они вот в такой фирменной картонной коробочке с надписью Кизляр. Такой комплект ножей Веста. Большой нож и поменьше. Что мы здесь читаем? Комплект кухонных ножей Веста. Кухонный набор Веста включает в себя два универсальных ножа. Благодаря эргономичной форме продуманные рукоятки сделаны из цепкого эластерона. Работа с данными ножами будет приятно продолжительное время. Коррозионная стойкая сталь с твердостью 5759 HRS позволит долго использовать нож без справки режущей кромки. Допускается использование в посудомоечной машине. Я слегка углубился в теоретическую часть. Попытался выяснить, что такое твердость 5759 HRS. Оказалось, что существует некая такая шкала Роквелла. И по ней можно определять, насколько сталь хороша для ножей. Сталь с твердостью 5759 HRS относится к золотой середине. Сталь должна быть твердой, прочной, гибкой и пластичной. Все эти качества сочетаются в лучшей мере. Вот именно в этой марке стали, из которой изготовлены эти ножи. Посмотрим, что там внутри. Ну, что хочу я сказать. Само лезвие очень острое. Попробуем ручки. Как здесь написано, они сделаны из цепкого эластрона. Ну, действительно, ручки очень удобные. Держать их удобно. И они, в общем-то, в руке не скользят. Для сравнения можно взять вот такой китайский нож. Ручка у него гладкая. И когда чуть-чуть даже попадает сюда вода, она начинает скользить. И рука от этого чувствует себя не очень-то уверенно. Здесь, судя по ощущениям, рука навряд ли будет скользить. Ножей дома у меня достаточно. И основная беда всех практически ножей в том, что они быстро тупятся. И приходится их постоянно затачивать. По отзывам, которые я уже здесь слышал, кизлярские ножи, они как раз вот этим и не страдают. Их можно долго, в общем-то, не затачивать. И они сохраняют свою остроту. Ну, это все мы в процессе пользования, собственно говоря, и узнаем. Насколько действительно верны эти отзывы. По поводу тупых ножей, есть даже такой анекдот. Тупые ножи и тупые люди вроде вреда не приносят, но как бесят. Приступаем к самому интересному. К испытанию. Испытывать можно разными способами. Волосок на лицу разрубить, помидор разрезать. Помидор у меня нет, зато нашлась курма. Вот мы на ней будем проводить испытания. Еще проводят испытания на листочках. Берут обыкновенный листок и пытаются его разрезать. Самый острый нож у меня дома, кстати, ни разу, который я не затачивал. Вот он тоже китайский. И попробуем разрезы. Теперь берем другой хваленый китайский нож. Так, а теперь мы берем кизлярский нож, маленький. Разницу чувствуете? Так, и берем большой нож. Этот вообще рассек до конца. Ну, честно говоря, да, впечатлило. Ну и теперь попробуем на хурме берем самый острый нож доселе в моем доме. Он маленький, но очень острый. Тупо не режет. Так, теперь мы берем другой китайский нож. Да, этот нож разрезал. Теперь берем кизлярский нож, маленький. Да, кожуру он разрезал. Долго разрезал кожуру. Потрясающе. Просто потрясающе. Я... Я несколько другого, конечно, ожидал. Ну, попробуем теперь большой нож. Да, ну, большой нож, он быстрее и легче всего разрезал хурму. Ну, что я вам скажу? Придется испытывать на волоске. Шутка. Давай теперь изменим условия испытания и положим хурму на доску. И попробуем разрезать. Большой. Да, но по остроте, по ощущениям, маленький он вроде как уступает. И теперь китайский для чистоты эксперимента. Ну, да. Китайский чуточку хуже идет, чувствуется. Все-таки первое место я отдал бы большому кизлярскому ножу. Пытания кизлярских ножей завершены. Как они себя покажут в деле, посмотрим дальше. Осталось только напомнить вам, чтобы вы не забыли поставить лайки и подписаться на канал, кто этого еще не сделал. Всем желаю добра, здоровья, успехов в наступившем году. Ну, а мне надо расправляться теперь с этой хурмой. Как-то умять ее. Пока!